К нам присоединяется Асем Жуматаева, представитель бизнес-ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана. Асем, добрый вечер. Расскажите, какую долю рынка одежды сейчас закрывают казахстанские производители и какой ассортимент они предлагают? Добрый вечер, Иван. На сегодняшний день 7% покрывают казахстанские производители школьной формы. Какой ассортимент? Ассортимент это классический комплект, пиджак брюки и пиджак юбка. Также входит в комплект жилет на усмотрение галстук. Дизайн может выбирать школа, каждая школа на свое усмотрение. Самое главное, чтобы это соответствовало требованиям, не вредило здоровью детей, потому что дети проводят более 6 часов в день в школе. И хотелось бы, чтобы эта одежда школьная была удобной и доступной по цене, вне зависимости от дохода семьи. Сегодня могут наши товаропроизводители такую форму предоставить. Есть реестр, который сформирован совместно с Национальной палатой предпринимателей Томикен и размещен на сайте управления образованием. Расскажите, насколько эта форма качественная? Потому что существуют различные мнения, о которых говорят и родители, и в социальных сетях пишут, что некоторых может не устраивать это качество. Кого-то устраивает в целом. Вот ваша оценка как эксперта. Что можете сказать об этом? Всегда, конечно, нет предела совершенству. Есть куда расти. В 2015 году был издан приказ министрам образования о требованиях к обязательной школьной форме. Мы 5 лет сейчас работаем над этим. Привлекаем иностранных специалистов по дизайну, по лекалу конструкторов для того, чтобы улучшить качество, удобство, комфорт ребенка. Я думаю, что, конечно, конкурировать можно, но есть еще куда расти. Расскажите вообще в целом, откуда завозят школьную форму на территорию Казахстана? Знаете, 90% школьной формы на сегодня привозят с Кыргызстана, поставляют с Китая, с Турции, что не соответствует закону о торговой деятельности, по техрегламенту о безопасности здоровья детей. То есть все наши производители имеют СТКЗ-сертификаты, что отвечает качеству и безопасности здоровью детей. По тканям, по составу тканей. Это гигроскопичность, влагоустойчивость, воздухопроницаемость. Такие требования есть к тканям. Ну вот вы отметили, что 90% школьной формы завозятся из-за рубежа, и всего 10% выходят, обеспечивают наши отечественные производители. Цифра не такая уж и большая, а вот есть какие-то прогнозы, как ее вообще в целом можно нарастить и когда мы это сможем сделать? Да, Иван, было бы хорошо, если бы мы могли повысить интерес. Это, наверное, все-таки маркетинговый ход, когда, может быть, это патриотизм, поддержка наших производителей, интерес к нашей продукции. Мы просто привыкли часто закупать продукцию за рубежом, но на сегодняшний день уже существуют такие производители реальные, которые могут качественные вещи, интересные, как одежду повседневную, спортивную, так и школьную форму производить. Ну что ж, спасибо большое. Остается пожелать удачи представителям легкой промышленности и будем вместе с вами следить за ее развитием.